От Самарской области избрали 8 делегатов для участия в 20-м съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». В числе тех, кто будет представлять регион, глава Самары Елена Лапушкина. Об этом стало известно на первом этапе конференции партии, в котором приняли участие более 200 человек со всей области. Всего в предварительном голосовании онлайн и на счетных участках Самарской области приняли участие 355,5 тысяч человек, что составляет почти 15-14,7% избирателей региона. Такого уровня участия граждан в праймере в партии не было в Самарской области ранее никогда. От души благодарю всех жителей нашего региона, принявших участие в предварительном голосовании «Единой России». Нам очень важен голос каждого. Депутаты будут регулярно вести аккаунты в социальных сетях для прямого общения с жителями. Кроме того, членам Политсовета необходимо сформировать планы личного участия в агитационных и мобилизационных мероприятиях этого года, а также грамотно выстроить работу для мотивации людей на участие в выборах. Дмитрий Азаров подробно остановился на направлениях, которые должны стать приоритетными для самарских партийцев. Это в первую очередь повышение доступности медпомощи, поддержка молодых семей, вопросы экологии и благоустройства дворов и общественных пространств. Мы та партия, которой не нужно в своих программных документах начинать с чистого листа. Дело в том, что говорили о стратегии лидерства. Механизм реализации стратегии лидерства на территории Самарской области стали национальные проекты, которые уже получили бюджетное финансирование. То есть из категории мечты они превратились в категории наших планов. По национальным проектам у нас запланировано 1192 объекта. Для подготовки к предвыборной программе сформировали рабочую группу под председателем Дмитрия Азарова. В нее вошли 14 человек, в том числе председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Кузнецов. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Мэри Елчан, Максим Гусев, События.